У нас новая рубрика «Мои реакции на инстасливы». И сегодня у нас инстаслив на Романа Свечкаренко, психолога-блогера, хочу заметить. Просто хочу добавить. Знаю Рому Свечкаренко. Учились в одном институте. Всегда был на стиле, если что, на Русанномке в Гринченко. Музыкально-педагогический институт. Долго его не видела. И тут бац, холостяк. В общем, учился на учителя музыки. И вижу супер-психолога. Ну ок. Только, пожалуйста, анонимно. Короче говоря, очень удивилась. Ну в принципе, почему бы и нет. Второе образование, ничего такого. Но вижу, что он там только для пиара, статуса. Зная, какие девушки ему нравятся, зла-то, увы, не очень подходит. Хотя, опять-таки, ради славы можно хорошо играть роль влюбленности. Это мои просто раздумья. И, кстати, те парни-музыканты трио, главный скрипач мой одногруппник. И как в серьёзных научных работах принято ссылаться на источник, я тоже сослюсь. Сошлюсь. На источник. В конце этого видео. Мне порой кажется, он эти сливы сам себе печатает и присылает. Чисто для видимости. Но не этот. В этот я верю. Рома действительно умеет играть на музыкальном инструменте. Это было показано и в холостячке. Плюс он занимается инфобизнесом. У него Инстаграм. И поэтому предполагать, что он пришёл не за пиаром, глупо. И откуда же эта информация? Одному известному блогеру, тоже обзорщику холостячки, в Инстаграм присылают вот эти сливы. В директ. Жалко, что не мне, конечно. И вот я сделала на этого блогера пародию. Узнаете или нет? Привет, друзья! Безумно рад видеть вас на моём YouTube-канале, где мы 24 на 7 говорим о музыке, о новостях в шоу-бизнесе, о холостячке. И нас ждут впереди сливы на участника. Сливы! Поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, на мой Телеграм-канал. Становитесь частью нашей интернет-семьи. А вы уже догадались, на какого блогера это была пародия? Напишите в комментариях, даже если вы догадались не первой. Мне просто интересно, сколько людей его узнало. Спасибо за просмотр! Я вам тоже рад. вот свет можно. уется по очень-очAS. Маттер больше там лепет – outta что мы ficем атаком.